Здравствуйте! Это программа «Город Эсс» и я Елена Чернявская. Получили заслуженные награды. Глава Самары Елена Лапушкина отметила лучших работников городского хозяйства, медицины, образования и культуры. На сцене театра оперы и балета прошло торжественное городское собрание, приуроченное к празднованию Дня города. О тех, на ком держится Самара в нашей программе. И первый гость в студии Александр Владимирович Муравец, главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Председатель комиссии общественной палаты. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, я поздравляю вас с заслуженной наградой. Ну и, конечно, первый мой вопрос. Что она значит для вас? Спасибо большое. Награда, конечно, это очень значимо, потому что, в первую очередь, для меня она значит то, что сама тема общественного здоровья воспринята обществом и актуальна. Второе, на что я хочу, конечно, обязательно обратить внимание, безусловно, мы все люди команды, а уже здравоохранение тем более, и я не воспринимаю эту награду как персональную личную. Конечно, это награда и моему коллективу. Конечно, она была бы невозможна без поддержки руководства Министерства здравоохранения, личной Армена Сакча, Беняна, правительства Самарской области, общественной палаты. Ну, то есть, она знаменует то, что вот этот коллективный труд, он, видимо, дал какие-то позитивные, яркие результаты и в масштабе региона, и в масштабе города Самары, который, конечно, является лидером и основой всего, что происходит в области, поэтому она очень значима, очень приятна для меня. Ну, в таком случае, если вы сказали, что это ваша общая награда, я попрошу вас рассказать, что из себя сегодня представляет Центр медицинской профилактики общественного здоровья, и что это за понятие такое, ну, это уже, наверное, в продолжении, да, общественное здоровье. Да, на самом деле, здесь, наверное, нужно вернуться чуть назад и сказать ту формулу, которую вы много раз слышали, но, может быть, и не слышали, о том, что, собственно, от здравоохранения зависит здоровье не более чем на 10%. На 50% зависит от образа жизни. И примерно по 20% приходится на окружающую нас среду, то есть это, ну, какая у нас вода, какой воздух, освещение, шум и так далее, и 20% на генетику. Так вот, постепенно мы стараемся все-таки приблизиться к 100%, конечно, до 100% нам далеко. Когда-то мы занимались только лечением, да, и вот работали на уровне этих 10%. Затем мы стали активно заниматься образом жизни, но это, в первую очередь, 4 основных фактора, там, курение, алкоголь, гиподинамия, неправильное питание. Мы присоединили сюда еще 50%. Вот это то, что получилось, это медицинская профилактика. Затем, примерно с 2019 года, медицинская профилактика никуда не делается, она осталась там внутри, но в рамках национального проекта «Демография» и его компонента укрепления общественного здоровья решили замахнуться на еще 20%, а на то, что окружает человека, на условия его жизни. Кстати говоря, сюда входит и комфортная городская среда, поэтому особенно приятна награда. То есть здесь это доступность детских площадок, велодорожки, парки, еще раз говорю, чистая вода, чистый воздух, звуковая гигиена и так далее. Вот это само вовлечение муниципалитетов в работу, вовлечение крупных предприятий на работу, а мы вообще-то треть времени проводим на работе, как вы знаете, и это крайне важно, вовлечение общественных организаций в работу. Вот этот вот огромный пласт, он образует как раз то, что сейчас называется общественным здоровьем. И внутри него находится медицинская профилактика. И это потребовало и серьезной перестройки центра, который раньше был центром медицинской профилактики, а вот сейчас переименован Центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Что изменилось? Мы сильно разрослись, и мы пошли, кстати говоря, в муниципалитеты. То есть за это время у нас созданы, ну, естественно, центр в Самаре, основной коллектив в Самаре. У нас есть территориальные отделы разного размера. В Тольятти, в Новокубжске, в Сызрани, в Чапаевске. Дальше к этим территориальным отделам были присоединены в этих городах центры здоровья. То есть это подразделения, которые способны непосредственно проводить скрининг и выявлять с помощью оборудования факторы риска у людей. То есть здесь уже, получается, если мы выходим на предприятие не просто с лекцией, а мы можем обследовать коллектив, показать, что не так, но сделать какой-то анализ, и уже потом там те же лекции и плакаты, они уже будут привязаны к конкретной ситуации. Это все в рамках ОМС происходит? Нет, как раз вот этот хвостик, он происходит в рамках ОМС, и непосредственная работа с пациентом, которые... А сама работа центра общественного здоровья, она бюджетная, да, естественно. Ну, лучшее лечение заболевания – это его профилактика, да? Это, конечно, безусловно. Совершенно верно, говорите вы и ваши коллеги. Но в таком случае, что и кого вы профилактируете? И зачем это нужно сегодня нашему современному обществу? Хороший очень вопрос. Вот смотрите, я уже перечислил 4 поведенческих фактора риска. И казалось, все очень просто. Ведь их всего 4. Я повторюсь, это, знаете, не грех повторить. Это, безусловно, отказ от курения. Это правильное питание, в котором находятся 2 кита. Это употребление поваренной соли не более 5 грамм в день. И употребление фруктов, овощей, не считая картофеля, не менее 400 грамм в день. Это достаточное движение, не менее 150 минут в неделю, а лучше 300 минут в неделю. Вот. Это как бы вот эти вот базовые. И отказ от употребления алкоголем, естественно, да. Это базовые киты здорового образа жизни. Кстати говоря, у нас впервые несколько лет назад юридически появилось понятие здорового образа жизни. Это вот как раз человек, по которому Росстат оценивает регионы, проводит опросы. И вот хочу, кстати, передать привет курильщикам. То есть вот есть строгий здоровый образ жизни. Это вот все, что я перечислил. Пять параметров. И есть почти здоровый образ жизни. Это значит, что у человека может отсутствовать один фактор, но там стоит оговорка. Если это не курение. Вы понимаете, как это важно? То есть какую особую роль занимает? То есть курящий человек, он может делать все, что угодно. Он идет по скользкой дорожке, конечно, нездорового образа жизни. Так вот, ну я это только начал, свою сложную мысль здесь. В чем проблема с этим фактором? Все, казалось бы, очень просто. А проблема в том, что высокий уровень субъективности. Да, нам всем кажется, что мы вроде уже и с понедельника, и с прошлого понедельника, и питаемся правильно. Вроде мы и движемся. Если курим, то чуть-чуть, а скорее не курим. Ну, короче говоря, все понятно, а вроде все делаем правильно, а вес все выше, давление тоже все выше. И силы есть, и воли есть, а силы воли нет. Да, да, а силы воли нет. И поэтому тот очень важный шаг вперед, который мы делаем, это мы переходим к такому, ну, цифрам вашего здоровья, к цифрам здоровья человека. И объясняем, что вот над этими базами, там, четырьмя-пятью параметрами поведенческими, есть так называемые промежуточные факторы. Почему они промежуточные? Они между поведением человека и уже болезнью. Человек еще не болен, но что уже? У него начинает меняться индекс массы тела. Или, просто извините, окружность талии, элементарная, да элементарная стрелочка на весах. Или поползли циферки артериального давления. Или глюкоза крови. Или холестерина. Или там внутри не холестерина, а или изменился липидный спектр. И мы объясняем, что только в увязке правильного поведения и постоянного скрининга в системе здравоохранения через центры здоровья или систему диспансеризации вот этих цифр, факторов риска, цифр здоровья в динамике, человек может действительно избрать правильный путь. Потому что, допустим, приходит пациент и говорит, слушайте, а я вот, знаете, а мне зашла там тибетская гимнастика, я делаю ее, и я еще ем пророщенную пшеницу. Это хорошо или плохо? Я говорю, а я точно не знаю. Это честно, я не знаю. Но давайте договоримся так. Вот вы сейчас делаете свой цифровой портрет, а через полгода второй цифровой портрет. И мы смотрим. Если у вас индекс массы тела идет вниз, холестерин вниз, глюкоза вниз, давление вниз, ешьте пшеницу дальше. И тибетская гимнастика, и это ваше. А если все стоит на месте, а того хуже меняется, значит, или делаете не так, или не то. То есть, еще раз говорю, нормальный человек, он вот должен работать как бы на двух уровнях вместе с отраслью здравоохранения. Это двигать свое поведение в сторону более безопасного и постоянно мониторить базовые 4-5 цифр. Я говорю про здоровых. У больных, конечно, там другое, должна быть приверженность лечению. Я говорю про здоровых людей. Мониторить эти 4-5 базовых цифр. И тогда все будет отлично. Все очень интересно рассказываете. Но у меня логичный вопрос. Каким образом вы помогаете населению городского округа Самара? Адресную, вот конкретную помощь оказываете? Ну, здесь, конечно, у нас тут уместно сказать, к сожалению, предыдущий весь период, начиная с начала 20-го года, вы понимаете, чем был ознаменован. Очень многие вещи были переформатированы в жертву одному профилактике новой коронавирусной инфекции. И я думаю, во многом награда была связана с тем, какую совместную работу мы реализовывали совместно с администрацией города по профилактике новой коронавирусной инфекции в 2020-2021 году. И я хочу сказать, что вот это как раз один из тех моментов, вот та же вакцинация или та же профилактика, там, вот маски, социальные дистанции и прочие вещи. Вот здесь-то всем понятно. Это то, где одна автория здравоохранения, она никак не может. Здесь должно быть усилие всего общества, гражданского общества и, безусловно, огромный вклад муниципальных властей. И у нас с городским округом Самара действительно сложилось уникальное взаимодействие. Я вот конкретный пример привожу. Допустим, одна из актуальнейших проблем, она была, кстати, остается. Это вакцинация людей старшего возраста. Они очень уязвимы коронавирусной инфекцией. При этом они прекрасно переносят прививку. Им обязательно нужно вакцинироваться. Но они не всегда хотят. И вот мы вели здесь интересный проект, когда мы обучали тех, кто работает с пожилыми людьми, в районных администрациях, в социальных структурах, общественников районных по инициативе городского округа Самары, как пожилым людям объяснять преимущества вакцинации, развенчивали мифы. То есть именно такой, ну, по науке это называется тренинг для тренеров. То есть мы не их призывали вакцинироваться, а учили их работать со своими подшефными пожилыми людьми. Интересные такие были проекты, вот как сейчас на вскидку скажу, в Самарском, внутригородском районе. И на вскидку еще в нескольких, просто сейчас боюсь переврать, Самарский точно помню, потому что сам там расположен. Вот, то есть это вот пример того, как сотрудничество, оно является взаимовыгодным, а главное выгодным для нашего населения, для граждан. Активно муниципальные предприятия включились тогда вместе с нами в профилактику. А ведь муниципальные предприятия, это не то, что, опять же, здесь важно не только, что они сами приются, хотя это важно, они же работают с населением. Они в какой-то мере лидер мнения тоже, вот как бы все, и ТОСы, и управляющие компании, к ним прислушиваются, особенно, опять же, лица старшего возраста, которые очень важны здесь были для нас. Поэтому они тоже с нами работали. Я думаю, что вот это сотрудничество во многом вот и было одним из, скажем так, источников этой награды. Ну что же, спасибо вам большое, вот так быстро подошло наше время к концу. Спасибо вам большое. Хочется пожелать вам дальнейшей, очень плодотворной работы. Вы человек неравнодушный, ну и, конечно, новых и новых достижений и наград. Спасибо большое. Ну что же, мы продолжим со следующим гостем. Ну а сейчас предлагаю посмотреть как раз сюжет с награждения моего коллеги. Громкие аплодисменты, счастливые лица и искренние поздравления. В Самарском академическом театре оперы и балета за особые заслуги наградили тружеников сферы городского хозяйства, медицины, образования и культуры. Глава Самары Елена Лапушкина вручила памятные подарки, отметив существенный вклад, который каждый внес в развитие региона и всей страны. Дорогие мои земляки, я искренне хочу, чтобы наша Самара развивалась, чтобы мы всегда ей гордились. И где бы мы с вами не были, в каком уголке земли, чтобы мы могли с гордостью сказать, я из лучшего города на земле, и я из Самары. Я вас всех поздравляю с нашим общим праздником. Глава города обратилась со словами благодарности к руководителям предприятий, которые поддержали вынужденных переселенцев с ДНР и ЛНР, и выразила слова поддержки военнослужащим и добровольцам, которые сейчас выполняют задачи специальной военной операции. Также поздравить почетных гостей приехал и председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев. Мне очень приятно в этом зале видеть наших почетных горожан. Я преклоняюсь перед вашим трудом на благо Отечества, на благо нашего любимого города. И счастье в том, что такое торжественное собрание, если мы поздравили здесь, с этой сцены, это тоже дорогой условий. В числе награжденных заслуженный артист России Владимир Гальченко, балерина Ильза Лиепе, дизайнер Евгения Руссу, архитектор Дмитрий Храмов, руководителя благотворительного фонда Ольга Шелест, директор школы Вячеслав Алексеев, архитектор Аделя Иваева, директор колледжа Татьяна Санникова, электромеханик Сергей Слепенчук, летчик Виктор Каратаев, общественный деятель Юлия Копылова и врач Александр Муравец. Эмоции, конечно, переполняют и от награждения, которое состоялось, и от выступлений, и от замечательного спектакля, который мы посмотрели. Наш любимый город Самара, я сказал в своем выступлении, я хочу повторить ту же мысль. Это уникальный город, который может объединять в себе бережное отношение к высоким традициям и самые эффективные модные инновации. Сегодня было очень хорошее мероприятие, исторический момент, мы вспомним, да, создание нашей Самары, крещение Руси. Я желаю жителям побольше улыбаться, поздравляю с днем рождения всех и каждого, и все, что происходит в нашем городе, это результат работы каждого человека. На сцене выступили творческие коллективы. Завершился вечер показом спектакля «Князь Владимир» с участием знаменитых артистов, балета и воспитанников детского музыкального театра «Задумка». На сцене соединились драма, современная хореография, классическая музыка и академическая живопись. Ну а мой следующий гость служит на сцене Самарского академического театра драмы имени Горького, 36 лет, являясь ведущим артистом театра и пользуясь огромной популярностью у самарской публики. С первых дней работы он проявил себя как талантливый и перспективный артист с яркой индивидуальностью, ну а впоследствии создавая на сцене глубокие запоминающиеся характеры. Владимир Александрович Гальченко, заслуженный артист России, сегодня у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно не виделись? Давно не виделись. Очень рада я вас приветствовать в этой студии. И мне очень приятно здесь бывать, потому что какая-то атмосфера домашняя, и я уверен и знаю от жителей нашего города, что вот этот канал любят именно за домашность, за семейственность. Вы уже начали поздравлять, да? Нам 15 лет, кстати, в этом году. Да, замечательно. Поэтому я очень рад, что я сегодня в семье. Спасибо. Ну, а сегодня в нашей программе пойдет речь не о нас, а все-таки о вас. И я хочу спросить вас, что для вас значит вот эта награда, которую вы получили из рук главы города? Чем бы человек ни занимался в любой отрасли, да, всегда очень приятно, когда его труд, а если по-настоящему чем-либо заниматься, это большой труд. Когда его труд заметен, виден людям, тогда понимаешь, для кого и для чего все это было. И когда идут такие высокие награды, это как знак того, что нельзя прожито. Нельзя прожито, и это, конечно, очень приятно. Но вот с 2006 года вы председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, а вот чем для вас дорога именно эта работа? Вы знаете, это не контора, это не чиновничья история, это знаете, как я говорю, это же выборная должность. Когда меня мои коллеги выбирают каждые пять лет, это уже четвертая пятилетка пошла, я говорю, вы назначили себе папу. Да. Вот, а папу не ругают, папа всегда прав, поэтому папу надо слушаться. Это тоже такая семейная история, когда мы не только общаемся друг с другом, знакомимся с новыми артистами, которые тот или другой театр пополнили труп у этих театров, это еще и обучающая история, потому что любой профессии надо, чтобы держать себя в тонусе, надо подучиваться чуть-чуть, периодически. Поэтому очень много лабораторий в союзе театральных деятелей по сценической речи, и по фехтованию, и по движению, и лаборатория театральной критики, то есть мы там еще учимся. Поэтому работа очень интересная и, главное, человеческая. Когда ты не я такой весь начальник, я само правило. Да, я это не люблю, и никто этого не любит. А когда это идет какое-то взаимодействие, основанное на профессиональной истории, это всегда очень интересно. Вот вы знаете и знают наши уважаемые телезрители, что вы организатор таких фестивалей, как Волжский театральный сезон и Волга театральная, которые постоянно проходят на площадках самарских театров. Но вот расскажите о важности проведения именно этих фестивалей на самарской земле, и что они приносят нашим обычным жителям города. Их два. Один всероссийский, много жанров. Вы, где оперы, балеты, все жанры театрального искусства. И фестиваль Привозского федерального округа, который мы делаем вместе с городом Самары, с муниципалитетом и с Ассоциацией городов по Волжье. Вот, это как бы такой наш фестиваль, для того, что он единственный, он с 13-го года проходит, но он единственный фестиваль, объединяющий муниципальные театры целого большого округа. Родился он в Самаре и проходит он в Самаре. Что это дает? Что это дает зрителю? Это новые впечатления. К сожалению, гастрольная практика, она в нашей стране не проходит так, как было раньше, что месяц один коллектив летом, месяц другой коллектив, и зрители могут посмотреть что-то помимо наших театров. Это вот, это очень интересно. Для чего это нужно нам? Мы тоже мало видим друг друга. Представляете, по всей стране одновременно в один час открывается занавес. Мы не можем видеть друга, мы только можем слышать, что там-то, там-то, в таком-то городе вышел такой-то спектакль, который очень успешный. Это нам дает возможность поговорить с коллегами, пообщаться. Театр же живое дело, это же не правило, это же не музей. Театр развивается вместе с жизнью, меняется жизнь, меняется и театр. И какой театр сегодня? Что интересно российскому зрителю сегодня? Это тоже нужно отслеживать, чтобы всегда быть нужным. Вот для этого нужны наши фестивали. А вот позвольте мне каверзный вопрос вам, Владимир Александрович. Вот вместе с представителями других театров вы принимаете очень активное участие во многих знаковых мероприятиях, проводимых в нашем городе, на Самарской земле. И, конечно, очень много затрачиваете своей творческой энергии, силы. Но вот скажите мне, пожалуйста, зачем вам это нужно? Вы уже известный человек, состоявшийся, артист. Вот эти слова «состоявшийся» — это значит, мне пора на пенсию. До тех пор, пока... А, нет, иначе скажу. Знаете, вот когда я был совсем-совсем молодым артистом и приехал в Куйбышев, тогда это был Куйбышев, мне казалось, у меня же есть диплом театрального вуза, я могу все. И первые годы, что за ерунда какая-то, раз, и я умею все. Чем старше я становился, тем больше я понимал, что я умею далеко не все. Вот, и сейчас, когда уже в профессии... Это уже мудрость. Да, много лет, да, много лет в профессии. Я понимаю, что у меня профессия, которой научиться невозможно. Это космос, это человековедение. Как можно досконально изучить человека? Мы до сих пор не знаем, что за компьютер у нас, который мы называем головой с вами. Да? Человековедение — это непознанная, никогда не будет познанная субстанция. И этим занимается как раз театр «Человек моей профессии». Поэтому остановиться и сказать «Я знаю в этом мире все» — ну, это неправильно. Вы сейчас продолжаете учиться чему-то новому. Что новое для себя вы открыли последнее время, что вас удивило, приятно поразило? Новое? Да, поскольку театр меняется. Я так, как человек, ну, не совсем молодого возраста, вот, мне тоже не все нравится, что приходит на смену тому театру, который исповедовал я и мои коллеги. Не все нравится. Но для того, чтобы не быть старым ворчуном, вот, и говорить «А в наше время», да, это значит, начинаешь стареть, когда говоришь «А в наше время?» Ничего не в наше. В наше время тоже было всякое, хорошее и не очень. Вот. Понять, если такое движение в театре происходит, оно же на чем-то основано. Надо понять на чем. Для того, чтобы быть всегда нужным и интересным, когда ты играешь в какой-то спектакль. Если театр меняется в эту сторону, что полезного можно от этого взять? Поэтому надо учиться всегда, потому что, когда человек не учится, он стоит на месте, а стоять не хочется. Вы сейчас не стоите на месте, работаете? В каких постановках заняты? Какие спектакли можно увидеть с вашим участием? Да, в спектакле у меня семь названий в репертуаре театра, и я буду рад на любом спектакле увидеть нашего зрителя. Кстати, мы в этом году открыли раньше сезон, нежели обычно. Мы обычно ближе к концу сентября, в 20-х числах. Сейчас мы с 9 сентября уже открыли сезон. Залы полны. Такое ощущение, что зритель очень соскучился. Ну, мы тоже соскучились. Для меня это... Типа, восполнить вот эти два пандемийных года, да, когда зритель не имел возможности общаться с театром. Это, конечно, сейчас наберстывает зрителя. Это видно, чувствуется. И это большая радость и тех, и других. Те, которые в зале, и те, которые стоят на сцене. У меня год такой особенный. Мне тут один юбилей меня настиг. Как бы я ни хотел, он чертенок, но все-таки меня настиг. И, естественно, драматический театр хочет эту историю как-то отметить. И взята пьеса французского драматурга Эрика Эммелла Шмидта «Фредерико или бульвар преступлений». Спектакль ставят очень хороший. Я рад, что мы встретились в творчестве. Режиссер из Петербурга. Это Сергей Морозов, художественный руководитель театра на Литейном. Вот он этот спектакль ставит. Он про артистов. Он про ту семью, о которой мы говорили. О взгляде на политику. Без этого тоже нельзя. На нашу жизнь. Я сейчас очень заражен этой работой. Работа проходит очень интересно. Это моноспектакль? Нет, это не моноспектакль. Там занята почти вся труппа. Потрясающе. Да. Труппа, театр, про театр. Там явно Шмидт читал Булгакова, Кабалу Святош про Мольера. Это более современный автор. Поэтому в этой пьесе собраны многие размышления, связанные с людьми искусства. С Амодеусом про Моцарта. Очень много тем переплетены в этом спектакле. Федерик Бурай о преступлении. И сейчас идет работа. И мы хотим, чтобы спектакль вышел. Мы не будем торопиться. Мы хотим, чтобы спектакль вышел к зрителю где-то ни раньше, ни позднее середины января. То есть уже в следующем году. В следующем году. Ну, сезон этот. Поэтому хотелось бы, чтобы это была, ну, если не итоговая работа, то какая-то работа, где может быть кто-нибудь. И мне бы хотелось. Увидел меня, может быть, немножко с другой стороны. То есть для вас это вот сейчас самый главный процесс, над которым вы работаете, в который вы вовлечены. Это сложно тем, чем? Ну, пьеса. Пьесы легкой не бывает. Она сложна, естественно, как и любая другая пьеса. Что, Чеков проще, что? Нет. Тут еще амбиция. На меня наведена лупа. Юбилейный спектакль артиста такого-то. Это, конечно, накладывает дополнительное... Ответственность, конечно. И волнение. Да. Вы волнуетесь? Есть. Невероятно волнуюсь, потому что я согласился участвовать в этой амбиции, в мой адрес. Поэтому очень бы хотелось, чтобы мой зритель не был разочарован. Да. Ну, хорошо. Все-таки давайте перейдем немного от театра к городу. Хотелось бы спросить, вот какие еще проекты городские для вас очень важны и в которых вы принимаете вот участие? Я невероятно рад, как и, наверное, все самарцы, как изменился наш город за последние годы. Как раз хотел спросить вас, да. Это невероятно. Сколько появилось скверов, маленьких, больших, бульваров, парков, скульптур больших и маленьких, которые придают нашему городу свое лицо. Такого нет нигде. Нигде нет такого Чапыка, нигде нет такого Буратино, нигде нет такого замечательного Аздафьевского сквера. Вот это очень радует, потому что город приобретает свой лоск. Из города Труженика, города Заводчанина, кем он был, когда я сюда приехал. Города трудовой доблести, да? Доблести, это все замечательно. Город еще приобретает свой лоск теперь, что не может не радовать. А ваше любимое место в Самаре? Вот Фрунзе и Красноармейское, вот этот новый Аксаковский скверик. Невероятно, там и водопад есть. И самое главное, что мне понравилось, там есть садовник, который постоянно ходит в жилетке, дежурит. Ну, он меня узнал, как-то сидел я на лавочке там. Вот. И он мне читал стихи. Да. Он мне читал стихи. Я думаю, господи, в Самаре ли я? Да. Это радует. Ну что ж, ваше время подходит к концу. Я хочу предоставить вам заключительное слово. Все-таки, возвращаясь к награждению, ну и продолжению вашей блистательной актерской карьеры, что бы хотели пожелать себе в преддверии юбилея? Я желаю себе не стареть. Я желаю себе чего-то хотеть. Я желаю всем моим зрителям, то бишь жителям нашего города любви. Любви к ближнему, любви к театру, любви к нашему городу. А почему стоит сегодня идти в театр драмы? В любой театр стоит идти. Да, в любой Самарский театр, правильно сказать. В любой театр стоит идти. Может быть, получится задать вопрос, и может быть, получится найти на него ответ. Хотелось бы. Хотелось бы. Чтобы найти ответ. Хотелось бы. Спасибо вам большое за участие в программе. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эс». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова